всем всем привет привет всем кто меня смотрит кто меня слышит и вообще кто подписан так как и те кто подписаны скорее всего мне кажется интересны мои новости да зашло я к вам просто поздоровка c ну и немного поговорить немного показать но предыдущем видео я обещал что следующее видео будет про бритвы но так как с бритвами я тут пока вообще никак не занимаюсь а поговорить не с кем а я соскучился по вам и поэтому видео так и назову анти бритва а почему да потому что я вот тут ковырялся вот с таким вот складочком это шаблончик такой тут на скорую руку почему я это делал причин одна как бы позыв было два вот в этом направлении то есть как получается как правильно все сказать то то есть два человека мне сказали один вот в прошлом видео под прошлым видео в комментариях сказал да я вот хотел бы видеть склоняки от тебя я так задумался еще ответил так что мол да это начать это дорого и хлопотно она так и есть и был в каком-то таком раздумье в этом случае потом в контакте мне второй человек написал тоже самое что так и так бы как бы принцип тот же желание у человек примерно такой же и дал мне еще ссылочки дело были ножи мады он жабан вот такого типа прям вот ну так прямо не выглядели не как иначе чуть поменьше не были вот примерно вот такой длины где-то так вот и как бы тут уже я уже такой подзадумался думаю сейчас заделаю там бручки к ножам которые тут как-то показывал там еще у меня был тут 11 штук вот их провернул и думаю дай-ка я сделаю себе перекур с этими ручками и сделаю что-нибудь такое складное и заодно как бы там аж над ошибками поработаю потому что я это не делал с 97 нет увру в 97 году их производил потом 91 еще с 91 года я не производил складные ножи вот так вот и поэтому мне тут чуть ли не с нуля надо начинать конечно мне остались там с тех времен вот такие вот приспособа это фреза сточены это чтобы зенковку делать там примеру и там прочие прочие всякие дела но все же и сделал гору шаблонов давайте вам покажу все не не объять вот так вот это сделал гору шаблонов складных ножей полкила вот еще тут подготовил это я просто дома вечерами бывает когда вот время появляется я рисую и все это перевожу шаблоны то есть эти шаблон уже рабочие они уже то есть если их собрать они будут четко все работать кортик вот такие вот фигнюльки ну это все шаблон это все бумажки это все какой-то фанерки по этому шаблону вот сделал вот такой вариант хвалиться тут нечем сразу скажу хвалиться нечем но первый блин как говорится и сделал да слегка комом вот тут как ни крути слегка комом но это должно было так произойти именно так именно комом это g10 олива как-то называется оливковый там это вот винты папки мамки там как их правильно не знаю называется вот под под такую вот отвертку там звездочка такая вот отвинчивается завинчивается разбирается все отселила шайбы скольжение поставил может там видно такие белые светлые этот как его полиуретановые тут тупо клепки почему вот здесь принципе хотел корби вставить но корби сжимает сильно клепать можно с проставкой поэтому не стал тут нужна втулка или специально точить такие упорные штифты вот обушок сделал таким вот ну чтобы не скучно было и вот такой вот вот такой вот клиночек это советская у-9 сталюга вот так как штука одна с ней проблематично если на станках покатать поэтому каталась сама тут на фрезере на своем то есть во фрезере я сделал что плоскость у заготовки то есть по плоскости выгнал и потом другой фрезой фигурной как бы там правильно назвать сделал дал и но шустрый хорошо волос бреет и почернил да почернил этот не грязь не в туганск сказал я бы хотел бы примерно тот видишь нож чтобы он был черный а не блестящий хотя до этого он плестел вот заточен на алмазах для ножа это то что нужно и вот он так вот держится то есть он и так держится хоть у тряси он видит только задумался нет даже не задумался нет то есть как продолжил поджать болт папку с мамкой вот так прижать друг другу и все а если бы расслабить то фиксации не происходит вот этим вот рычагом сделал его длинным именно для того чтобы для безопасности хотя это лишнее потому что дорежьте весь упор идет к верху клинка туда идет напряжение но если вы когда режете его что-то воткнулись вот так вот ткнули то маленький вот этот хвостик может слететь и подрезать палец но это уж совсем прям когда ну опять же говорю это пробник не вот спешу с вами поделиться тем что я тут произвел конечно этот пробник в продажу я думаю выпускать стрёмно да вряд ли он туда попадет вот вряд ли но начало сделано далеко не факт что я это начало буду продолжать дальше производить но чем черт не шутит да а вдруг вдруг понесет как говорится в общем время покажет самое главное чтобы было желание двигаться в этом направлении если не будет желания начни буду делать буду делать что другое узнаете мне понравилось ковыряться со склоняком да муторно да ну муторно в другом и не знаю как еще там сказать ну то что интересно это да да вот шаблончик застряпал вот взял на это опять 8 кованая 8 а вот такую вот заготовку зафигарил толщина что-то офигенная ближе где-то к 8 миллиметров 7 7 с чем-то вроде так вот сейчас я взрежу сделаю спуск так сказать и хочу сделать его в виде стамески не обоюдным и сделать это все в грубом исполнении без полировки бы там эти песни няшей машей и с односторонней ручкой то есть чтобы это все ходило так вот и все это было все тут сиди потроха на виду пробуем нашел себе развлекуху в виде складных вот так вот я имел виду стамесочка так сказать все так вот все так прямо оставлю как она есть никаких там чтобы эти вот следов шлифовки там следы ковки и все пусть будет такая брутальщина байкерская болин все это должно получиться как-то вот так вот деревяшку вот такую вот это корень ореха или кап ореха не ой корень другой у меня это кап ореха извиняюсь вот как-то это так все должно выглядеть и так вот цвета на виду потроха как было в общем в общем вот так блин веселуха реально вот люди деньги зарабатывают я веселюсь тут вот пока с вами разговаривал почти сделал ложь как-то так то есть это вот фигнюлька я потом буду укреплять там туда-сюда ну не вот просто так вот не оставлю все это надо будет там пропитать полирнуть вот видите поднатерла и сразу тормознулся увидал этот момент фасочки тут надо будет сделать не сегодня вот сегодня все уже просто конкретно под надоело но под запал как бы да кстати хотел сказать вот это вот приспособление которое делает вот такие вот зенковки так сказать что посадочные без конуса как сверло а с плоскостью она была изготовлена еще при моем отце это примерно лет двадцать назад этот инструмент до сих пор пригождается вот видите в чем плюс этого стомета дальше только чтобы сделал латунную шайбень чтобы не шваркалась до сделал такие вот фигнюльки не знаю в чему зачем не знаю захотелось вот эти вот вещи до этого еще тут я вот 7 3 ткнул кто-то не поймет кто видео смотрит тот будет знать что толщина клинка 7 и 3 миллиметра и вот так вот хоп одеваем берем болтишку и блин перед камерой неудобно но я постараюсь сотворить слегка так просто хопеньки вот такую вот штуку я изготовил пока разговаривал с вами потом она будет заточена вот так она будет выглядеть но это открывашка модная открывашка вот это будет все вот так вот открыто нож будет резать также можно будет им строгать потому что он сделан под стамеску ничего полироваться шлифоваться больше не будет только будет зачистка такая красивая и все вот эти вот следы ковки после обдирки окалины останутся на месте будут гладенькие такие сделал микрофаски мало ли что после закалки как бы цараписто все это дело не вышло поэтому вот так вот ну да что он легко не шарахался просто чуть-чуть вот прям вот 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 все его фиг оттуда вытягнешь вот так вот вот придерживать вот сделал так чтобы чуть-чуть выступала они подозаподлицо что прямо реально его чувствовать вот так вот все я домой всем пока увидимся